Река жизни, спасенное детство. Выставка под таким названием рассказывает о том, как в годы Великой Отечественной в наш регион из блокадного Ленинграда были перевезены сотни детей. Эту выставку посетил житель Санкт-Петербурга Исаак Фарберов, который в свое время был эвакуирован в Чернушинский район. И в экспозиции он нашел свои детские фотографии. Тему продолжит Юлия Зыкова. Эти фотографии военных лет были сделаны в Чернушинском районе. Туда в 1941 году эвакуировали из блокадного Ленинграда более двух тысяч детей – и школьников, и малышей детсадовцев. Большинство приехали без родных, ведь взрослые находились на фронте или трудились на предприятиях. В числе эвакуированных был Исаак Фарберов. Он показывает свое детское фото. Тут ему три с половиной года. Он тогда вместе с другими воспитанниками детсада оказался в деревне Легаевка Чернушинского района. Вспоминает, помещение интерната жители обустраивали всем миром. Не было же ничего, ни столов, ни скамеек. И все это делали жители этой деревни Легаевки, которые на тот момент были там. С Легаевкой и прочим, и Чернушкин, и Пермский край стал для меня второй родиной. Исаак Хаймович на днях побывал в деревне Легаевка. Говорит, сразу вспомнилась жизнь в интернате. Как помогали взрослым полоть овощи, собирать колоски в поле. В свободное время дети сами делали себе игрушки, рисовали, вели дневники. Часть тех рисунков и записей дожили до наших дней. Педагоги Легаевского интерната передали их в музей Чернушинской школы номер 5. В 70-е годы, когда я работала вожатой, нам были переданы эти рисунки на хранение. И когда читаешь вот эти рассказы и просматриваешь рисунки, перед глазами просто протекает вся эта жизнь. 44 месяца прожили дети Ленинграда в Легаевском интернате. Теперь по этим рисункам и документам историю военного детства изучают современные школьники из Чернушки и Санкт-Петербурга. Вместе они занимались поиском бывших воспитанников интернатов Чернушинского района и их родственников. Связались с Исааком Фарберовым, пригласили его в Прикамье. Это, конечно, непередаваемые эмоции. Одно дело смотреть на фотографию и видеть их, а другое дело слышать всё из их уст. Это очень интересно. Но если ты один раз попробуешь, это потом уже тебя просто затягивает. Ребята создавали творческие и исследовательские работы на тему эвакуации и ленинградской блокады. Ветеран оценил их усилия. Ребятки делают всё с такой душой, с таким пониманием того, что рассказывают о том, что происходило. Вот сидишь и слезы идут. Поэтому настолько это трогательно, настолько это понятно. Выставка «Река жизни. Спасённое детство» открыта в Пермском историческом парке. Юлия Зыкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.